Всем привет друзья! Второй день супер уикенда, второй недели PMPL CIS. Вчера у нас сыграли матчи команды, выделились 12-18, Arcred, Pain, Virtus.pro и Alliance. Очень незрачно провели день Na'Vi и KPA Unique, но было много крутых файтов, хайлайтов. Если вдруг пропустили, ссылка на плейлист PMPL в описании. Ну а сегодня вас ждет неожиданная концовка файта Na'Vi и Team Unique. 4 топа подряд от Na'Vi и также Мекку соло закрывает 3 сквада подряд под конец катки. Как всегда огненный выпуск, дропаем ваши золотанные лайки, пишем комменты и полетели на Эрангель. Комфортная разлетка для команд и первая команда отлетает у нас на третьей зоне. Кодексы встречают Armored Family на ротации, взрывают транспорт и чуть позже последнего витамина забирают. На западе круга Team Unique встречаются с Na'Vi, анализ делает перетяжку и очень сильно разгоняется. Мекку его нокает из-за этого. К анализу приезжает Фрозен и Na'Vi теперь уже всем составом начинают пушить этих двоих. В шаге было от этой возможности. Очень опасно проезжает Тикси. На ХГ заехал совсем на пару секунд, но Team Unique этим делом не успели воспользоваться, потому что кавер от участников был максимально хороший. А Фрозен смещается в правую сторону, против Матика будет вести перестрелка, прокидка еще одной ХАЕшки. Тикси заходится по левую сторону, прокидывается к Тельмолтову и начинается еще одна перестрелка, но Тикси не видит своих оппонентов. На Ви Мекку упадает на ХАЕшку от анализа. Сейчас может выйти как раз таки Майнд и закрыть спину коляки Фнату Свинцера, которые имеют два нока. Тут же появляются у нас прайды на ротации Майнд. Главное не отвлекаться для того, чтобы успешно развернуть бой в свою сторону. Очень тяжело будет Тикси сейчас подниматься, но я думаю Мекку этим делом хочет заниматься. По Мекку работа на Викицу не туда же падает в нока. Но делают это осторожно, долго. Анализ успевает ХАЕшками отбиваться и также уже успевают прийти тиммейты анализа и Фрозена. Окружив Na'Vi, закрывают их на топ-15. Запушив бы сразу Na'Vi, это дуло исход файта мог бы поменяться. Далее Филов встречает кодексы на юге круга. Там и с другой стороны еще и КП работали. Тяжело было заехать им. Канина Пауэр проходит с юга, активно работают по Альянсам и Ониксам. С расстояния нока их и стоило им только подойти поближе, сразу же начались проблемы от тех же Ониксов. Так же и Релаксы еще помогали. Канина Пауэр сейчас за камнями и переигрывает. Отличная работа от Молми. Минус 7 и Гонзо Машина отправляет его на добивочку. И у меня такое ощущение, что Найн сейчас опять будет блистать. Гонзо Машина в ноги. Акзер остается один на ногах, он уже никак не поможет своему коллективу. Акзер остался в соло. Но стоило Акзера подойти к Уазику, как его взрывают и вместе с ним на топ-11. Фиданзо после затянутого файта с Ониксами наконец-то с ними расправляются. Далее 12-18 на севере файтятся с Team Unique. И с помощью хайграунда окружают оппонентов и отправляют их на топ-9. Забирают команды, в меньшинстве это прайды и ВП. И остались Пейны, Джи-Джи, Релаксы, которые фулл составом и 12-18 в трио. 12-18 решают идти на Релаксов в обсерваторию. Далее быстрые ноки и минус. Но заходить они не спешат. Хватает у них времени для фулл подъема игрока. Маленькую аптечку там тоже не завязать вместе с бинтами соответственно. И на первом этаже продолжается прострел. Закон вори с левой стороны от Пейнов ловит. 11 килов уже у нас имеется у коллектива Пейнов. Продолжается зажим. Пейны это замечают и минусуют 12-18. Состав из Пейнов. И чуть-чуть проще релаксом. Отлично удержали они сейчас как раз к обсерваторию. Прокидывает еще одну хаешку. Янки против. Мушкета сразу же быстро ног Бандос подстраховал своего оппонента. И тут же высаживает у нас ревлекса. Какая скорость у этого человечка. Обойдя левее, Джи-Джи закрывает Пейнов. И остались релаксы в кимпе. И вот выходят релаксы, прокинув максимально смоки. Это интуиция. И Маэстро с Гогой уже идут у нас на ускорение. Заходит один в два. Я чувствую, что Бандос сейчас делает первый ног. И конечно да, он перестреливает. Минус Гога в релаксов. Маэстро сейчас должен быть отправлен так же в ног. Но Янки выходит и перестреливает его. Отличная работа на ближней дистанции от команды Гудгейм. Подарил им уже девятый ПТС. Харли немного запоздал. Идут правее. Размен ноками. И Янки показывает скилл. В лоб-лоб перестреливает оставшихся из релаксов. Джи-Джи набивает 11 киллов. Берут топчик. Все начиналось для Джи-Джи из гадки. Далее играли уже от востока круга. Очень активные были. Также и стоит отметить Пейнов. Которые одинаковое количество киллов набили. Мирамар. И на северо-востоке встретились с тим Юники Армед Фэмили. После нока Фрозен начинает пушить Питер Свитера. Смотрим за противостоянием. Витамина уже не спасти. Малу также сейчас могут оформить на добивание. Питер Свитер. Капитан команды выходит сейчас против Клоус Файтера. И молодой Фрозен готовится перестрелять его на лоу ХП. Но не справляется. Здесь поэффективнее оказался как раз у нас Питер Свитер. Милки Уэй пытается у нас подсаппортить. Майн также влежает и тоже нокается. Потеряв двоих, Милки Уэй решает с анализом подойти ближе. И, наверное, у них не было инфы, что через дорогу уже поднимают армад своих. Милки Уэй застыл, чекает и тут ему уже прилетает. Анализу приходится уезжать. На краю зоны Ониксы начинают пушить релаксов. Что происходит на этой карте? Вопрос большой. Командо Оникс заходит в безопасную зону. Маэстро таймит ХАЭшку против Лакерпа. Два в одного выхода от одного. Можно было, но, к сожалению, этого не выходит. Фабия добивается в это же время. Маэстро будет в окружении. Командо Оникс находится прямо сейчас. И еще один нок получает Лакерпа. Это три нок в одной команде. Харлей выходит как раз с Вардом на подстраховку. Будут встречать опасного Найна, который немножечко захолодится сейчас за камнем и попробует на перетяжечках наказать оппонентов. Но здесь есть же ХАЭшка. Их нокают и шансов не остается. Сольник будет продавать Найна, Севена и Лакерпа уже не поднять. И аптек также нет у Хэлката. Нужно просто идти на размин попытаться. Пользуясь ЛГшкой, Релаксы делают минус Ониксы на топ-16. Такой же системой пользуются и 12-18. Закрывает двоих из Фиданза. Очень жарко у нас на импала, куда прокает зона. Вайтинга и заработал на нем еще и поинт. А в это же время очень опасно. Команда Тим Пейн вылетает в треугольник. И сейчас они будут осуществлять очень опасную перестрелку. Армад Фэмили малой в это же время напрягает. Команда Тим Пейн янки добивается. И по бандите прокидывается еще одна ХАЭшка. Команда Тим Пейн получает два нога. Релаксы проезжают на край круга и встречают теперь УВП. Но так как УВП были в сплите, минусуют только Блэка. А 12-18 сбоку еще и забирают Яшу УВП. На севере Курга встретились Нави и Канина Пауэры. И заняв Нави хайграунд первыми, не оставляют шансов для КП, закрывают их на топ-12. Нави проезжает Кангару, где уже сидят дуаркредов. Делают ног по Мекку. Какой же превосходный отыгрыш. На характере аркреды прямо сейчас могут развалить и повторить историю Тими и Ник на Эрангеле. Забирают ребята еще одного участника из этого коллектива. Перпл выходит на опенфилл позицию со второго этажа. Работает страйкер, но просто прекрасно. Матикал лохитпоинт. Далее Тими Ник отправляется на 10-ю позицию. Далее Тикси по левую сторону. Пытается выходить на Перпл. Возможно будет еще одно добивание. Перпл пытается с Тикси 1 на 1. Выходите. Это был Кит Суми. Драматно окружает. Тут также без шансов для аркредов. Только если быстро встретить гранатами. Но их они уже все выкинули. Круг уходит южнее. Команды начинают сближаться. Все пытаются крутить и сыграть от ландшафта. Файты со всех сторон. Принимает решение тоже закрутить в спину для нато Свинсера. Заезжает практически в упор у нас с Санрайсом. И сразу же Матик по нему отрабатывает. Будет тяжело. Троечка также у нас двигается буквально в присидочку через Смаки. Очень опасный заход от этого коллектива. Команда, наверное, скорее всего, не будет запускать их на их локации. Но этот человек сегодня просто блистает. Он больше тысячи урона нанес. И Матик перестреливает еще одного оппонента. Команда Тимпейт отправляется на седьмую позицию. Далее продолжение от Иванески. Мейджор Прайды получает оболон. И, по-моему, это минус коллектив Альянса. На шестую позицию отправляется. Далее Дискрим. Работает по-новески еще раз. Дискрима добивает Мармелад. Очень, очень хорошая работа была. 12-18. Прочитали тайминги и зашли... И вот осталось 4 коллектива. Со стороны Опена, Нави и 12-18. А со стороны города Фил и Кодексы. А Круг ушел в сторону Опена. Филам и Кодексам придется проходить. Первые делают это Филы. Проходят они через левую сторону. Где их встречает 12-18. Расставит все точки над И. Команда Филов вылетает на левую позицию. Команда 12-18 пытается отбиваться от них. В ХС-69 в Нок отправляется. Далее по страйку. Рандомный прострел. Но, к сожалению, одиноко мы с вами не видим. Кодекс Харакири. В это же время отправляется Нок от Ноби Тикси. Далее Реприз работает по Мармеладу. Еще одиноко имеется у этого коллектива. Но все еще три участника находятся на ногах по страйку. Просто великолепная работа от психослоу-граунда. Можно поднять Мармеладу или добить Филопы. У Репризы нет. Хитпоинтов, но он успевает заюзать маленькую аптечку. Резим. Режим психоактивирован. Сразу же идет на подъем Тулика. Сейчас не предусмотрел момент захода. На закон о воле тут же отрабатывает. Спрейт прямо через своего тиммейта. Снова у нас есть Нок в составе 12-18. Это уже матер на подстраховке. И может сейчас один. Динги файта ловят Нави и закрывают последнего фаулера. Нави выжили после всесторонней войны. Набирают 16 киллов. Берут топчик. Двигались по северу. Заехали на гору, где уже начали файтиться и передвигаться с кругом. С противоположной стороны шли 12-18, которые по урону немножко только уступают Нави. Летим на Санук. И 12-18 врываются в кемп с кодексом. Ой-ой-ой, жарко становится. Сейчас 12-18 подлетает под кодекс. Характерия накрутили на 360 градусов. Неплохо разбирается закон воре. Вейт по психу неплохо срезал. Минус 50 еще у закона и по одному размен замес в самом разгаре. Отлично. Уэйт делает еще Нок по закону. Добивает тут же Нокнутых игроков. И кодексы могут сейчас раздамажить полностью. В пух и прах коллектив 12-18. Но Мармелад на подстраховке. Это минус Уэйт. Также с добором. Шансы остаются. Фаби подключение по левой дуге. Мармелад один остался. Действительно будет трудно. Но у кодекс тоже небогато по составу. И Фаби вместе со своим тиммейтом. Фаблером выступает на Мармелад. Смотри какая граната. Сейчас под ноги пойдет. И может быть минус 2 сходу. Есть контакт. Минус 9-9. Фаблер удобрал с Томпса на его. Выход справа при Фариком. Тут же Фаби раскрутит от Мармелады. И один на один. Кто же победит в этом замесе? Какие кайты мацы. Мармелад на свапиганов. Сумбур. Плюс еще и 12-18 были в сплите. И вот Мармелад выравнивает ситуацию. Но в один в один не перестреливает Фаби. Хотя у Фаби жизнь была в половину меньше. Когда переключался Мармелад на М-ку. Попал только одну пулю. И это ТОП-16 для 12-18. Много файтов было по одиночным игрокам. Или вне камеры. Харлей с башней на краю зоны встречает Джи Джи. Нокает двоих. Нави проходит на западе круга. На противоположной стороне Альянса встречает КП. Ониксы спускаются с Кайграунда на Виртус Про. Точно грузинскому коллективу что-то придумывать. Зона уже пошла. Это пятая зона. Дамажда она очень сильно. И невольно сейчас НАТО Свинцера помогает коллективу Ониксов. Забирая в спину. Кайна Пауэр остался только Науми, который остался за зоной. Нави также уже в меньшинстве. Через дорогу Ониксы нокают Китсуны. Но Мекку с позиции лежа просто начинает зажимать по Ониксу. Перевод Мекку! Что сделал почти? Что заруинил и заруинил коллектив. Сразу же переключается на Альянсов. Ониксы седьмая строчка для этой команды. Армд Фэмили страдают также от Альянсов. Какой же жесткий Рудер! Это Нок по Люксору. Это минус состав Армд Фэмили на шестой строчке. Ой-ой-ой, как же сейчас НАТО Свинцеры все красиво сделали. Мекку! Правое ухо Рудера подгрузил. Отличная работа. Видит низом Санрайза пробивает срочек. Это минус три. Должно быть, нащупает или нет. Закончились патроны. Ай-яй-яй! Сменил кардинально позиции. И все-таки разнукала Санрайза. Видит из Гриба на Мекку! Остались только Аркреды против Мекку. И если бы он сразу же понял, что Аркреды в домике, мог бы зарвать баки и оставить их там. А так троевые выходят, и Мекку начинает встречать их из-за камня. Ну, посмотрим. У Мекку еще шансы есть. Но Хаешка залетает по Мекку. И Мекку дает Нок по импрессу. Появляется шанс. Еще один Нок по страйкеру. Что творит Мекку? Успеть принять аптечку и выйти на последнего Пепла. Пепл делает забегание. Ой-ой-ой, как же опасно Мекку. Успел прорезать аптеку. Пошли прифарики Сакея справа. Сакея слева. Раскайда от Мекку. Пытается размансить. Опасник Мекку! Ну как же так неаккуратно развернулся и все равно. Мекку делает 7 килов на последней зоне. Или проще сказать, в соло закрывает 3 сквада. Зарабатывает топ-1 для Нави. Начинали Нави играть с левого острова большим сплитом. И так как шифты круга уходили восточный, заходили вместе с кругом, играя от края зоны. Оникса замечает аркредов на второй зоне. Там также и альянсы подключаются с релаксами. Помог на доборе и потеря у Тим Аркред. Корка так же падает. Хелкет неплохо проветрил правую бровку. Импресс остается у нас один, поскольку страйкер далековато. Но релакс уже включается в эту драку. Вард дальними атаками. Но как Хелкета Санраз поддерживает по страйкеру. И пошла у нас... Импресс остался в соло, которого закрывают позже на топ-16. Сделав первый минус, этим Юник долго ждали момента, чтобы запушить оставшись Армад Фэмили. Но все равно делают это. На пожарке Канина Пауэр после нока начинает пушить Мэрю Брайт. Юник отыгрывает этот эпизод. Армад Фэмили выбывает на 15-й строчке. Ну и новая зона, сформировавшаяся на ваших экранах на Тос Винцера. Прайды и Канина Пауэр уже в зоне. И у Канины Пауэр сейчас могли быть проблемы. Главную роль Иванеска сыграл в этом файте, полностью переворачивая его. Тут уже Нави заходит с хэкграунда. Что нету Вилмага, но неплохо заходит в Иванеску. Пробивает смоки, щупает одного, второго. И в два пока что свап на эмочку. 18 патронов. 18 патронов, 10 уже. Контроль боеприпасов. И Алексей, давай, продолжай этот замесик. Номи неплохо сделал один ног, но Мэйджи Прай тут же отскочили. И сейчас вот та пауза, которую они возьмут. И благодаря тому, что НАТО с Винцера только-только подъезжают к этой пожарке, я думаю, здесь Номи первый отправится в лобби. Хотя Китсуны с Матиком настроены очень серьезно. Они уже идут пушить состав. Да и зона располагает можно очень долго. Очень важный файт не только за Килы, но и за позицию в кругу. Разбирают состав Virtus.pro, они отправляются на 11-ю строчку, следом за Каниной Пауэр. И давайте посмотрим файт Мэйджи Прайд и НАТО с Винцера. Нок по Иванеске, Кирилл и Невос Эклипс, что вы предложите нам? Минус Эклипс, минус Иванеска, с крыши Кирилля, спину прыгает на Китсуна. Убирает неплохо, пари с Ньозом отрабатывает, нокую тигзи, упал Кирилля и упал Ньоз, да, упал Матик. И обратите внимание, Мекку остался на расстоянии, на случай, если закроют тиммейтов. Топ-9 для Прайдов. Тим Юник занимает очень плохую позицию в маленькой ЛГшке. С двух сторон по ним начинают вести огонь. И первые начинают Джи-Джи, следом Нави начинают закидывать Хе-Джи. Прокидывает Хе-Джи по Юникам, это минус Майнд. Проблемы большие, падает Синфронно, Фрозен, анализ на тычку, Милки Вэй и тут же Нави. Думаю, Нави все-таки рискнут проверить. Это ЛГДА, Тигзи, минус, анализ минус 3 по Тим Юник, Абсолютно непонятно, ты посмотри, какой грамотнейший муф от Тигзи. Он залез на крышу, чтобы максимально дальше закидывать грены. Да, у Юников супер большие проблемы. Как только дымы закончат дымиться, я думаю, что Юников либо Джи-Джи, либо Нави заберут. Еще на Хе-Шка прилетала. Конечная зона очень тяжелая, в опыне и мало укрытий. Нави закрывает последнего из Ониксов в спине, Альянсы закрывает Кодексов, и Санрайз остался в соло против Трио Нави. Очень много работает под команды Нави. Делает это, если обсуждать, то прям надолго, поэтому чуть позже об этом расскажут вам наши аналитики. А мы сконцентрируемся на финале. Нави, пользуясь численным преимуществом, у них есть три игрока, создают угла под прострелы, и поэтому сейчас как раз-таки Мекку и Матик были подсопорчены еще одним игроком. Нату Свинцера без проблем. Последнего игрока Ониксов, они забирают минус фаулю. Миррус Хракири от Санрайза, и Альянсы выходят на топ-2 против Нату Свинцера. Ну, Санрайз один остался, так что я думаю, здесь интрига уже давно отправилась под Мирамар. Санрайз попробуй. Вспомни Санук. Вспомни Санук. Хорошо, давай рисканьем. Хэт-трик делают Нави, 16 килов также набивают сейчас. Начинали движение с севера района Лакабриера на поздних таймингах, ну а потом приехали к пожарке возле Монте-Нуева. И стоит заметить, что у Альянсов больше-то дамага по итогу. И начинается все с идеальной очереди с ДП от анализа. Есть инфа по Науми, начинается пуш. Кимпы, где находится Науми, будет добивание, у КП будет вторая потеря. И юники врываются в зону. Канины Пауэр, Акзер остался в мульте, здесь Науми пока никто не поможет. Конечно, у юник вообще очень хорошо, репетирована схема, когда соперник лапа... У КП остались только Науми и Акзер. Точная хаяшка от анализа по Науми и пуш Акзер отправляет КП на топ-16. Не получается сегодня у Аркальд с ротациями, встречает их Альянсы. Аркальды грамотно, грамотно тут же пытались уехать, но по итогу поздно. Санрайз замечает Попло и Корку, Корка на лохэпп, Попло сейчас доживет Санрайз и скорее всего... Точный зажим и только Страйку удается выжить. На востоке круга Яша в упор подходит к Питеру Свитеру из АФ. Команды, Яша пытается сыграть в упор, перестреливает Питера Свитера. Яша великолепно реализовал эффект неожиданности, вообще не ожидали АФ. Из-за стрельбы, судя по всему, не услышали, да? Они просто не ожидали, что Яша так дерзко ворвется на эту хэгэшку. Скелловичок готов помогать, но странное решение. Вдвоем здесь идут они в паре на весь так АВФ и пока получается. Ой-ой-ой, друзья, Скелловичок пробитие. Витамин с малым остались вдвоем. 2-2 у нас файт продолжится. И приезжает Лайтинг сюда, но перескакивает эту гору. Блэк в ноги, Лайтинг остается один. Скелловичка уже потеряли. Яшу уже не спасти. И так как Лайтинг и Блэк были в сплите, поздно приехали на помощь, а сплит принимающих это витамин и малой отправляют в ВП на топ-14. На севере Альянс и встречает Юник, и начинается файт слепую. Смокие информации вообще никакой нет, абсолютно. Чуть-чуть урона от гранды прошел, но тут так много препятствий, и игроки вообще, я думаю, не видят, что происходит. Санрайз от киса у ХДК одна тычка, рудер вообще. Подкрутил с другой стороны, но не видно, никак не увидит здесь бойцов. Минусуют Санрайз эйрудера, но спрятавшись за деревом дискрим, минусуют в ответ двоих из Юник, и только вышел дискрим, его сносит бандита из Джи-Джи. У Юника остался Майнд соло, быстро отлетают сольники, это Витамин перестреливает Найна из Оникс, Эванеска закрывает Мармелада из 12-18, а Мекку закрыл Майнда в итоге из Юник. Нави делает ног по Джи-Джи и моментально едут пушить. Тикс избивает, Китсуна спрыгивает и перестреливает Маки. О, неплохо по Янке, там же Маки, Маки идет в ответочку, потеряли уже одного игрока, и теперь будет сложновато. Ну смотри, какой мув от Нави, они хотят парами просто расконтролить две стороны, или нет, смотри, перетяжка сил сейчас под коллектив Гудгейм, заехали в спину, это Мистер Китсуон, Коффайт против Маки справа раскачивает, отлично работа. Два нока у коллектива Гудгеймс, три нока, и добивание минус Армс Фэмили. Ну а Гудгеймс, скорее всего, на третью строчку, на четвертую сейчас упадут, видимо, тут один бандит остался. И только бандита пытается с гранаты достать. Неос и Спрайт отлетают на топ-4, Нави переключается теперь уже на Фиданзе, начинает нокать дуа сбоку, и просто включает машину, которую мы наблюдали в других турнирах, и которая контролирует абсолютно весь круг, и не дают никому продавцу. Здесь ждет, да, информация по нему, конечно же, нет, динозавр там не то, что ничего не видит, он своего тиммейта вряд ли под такими с боками видит, но Китсуна же тут! Эх, патроны немножко подвели, САП пошел со второй линии, великолепен Меку, просто дышать под прессингом этой команды. Сегодня выдают нато с Винстера, и ты понимаешь, какой шанс сейчас забрать четвертый чикен-динер за день, тотальная доминация этого коллектива на втором дне второй недели нашей ПМПЛ. Возможно, это в такой, знаешь, положительный шок приведет коллектив Канина Пауэр, и вот эта здоровая конкуренция поможет им выйти из такого некого, ну, непонятного пока консенсуса. Никола, опасненько, но втроем ребята идут, вот Никола будет взрывать лево подклад под Китсуна, неплохая задумка, но Тигзи уже с ловкостью Газели просто оказывается справа и чистит этот сектор. Ну и бандита, благодаря своим грамотным действиям на финал все-таки... Закрывают всех, набивают 11 киллов, все началось для Na'Vi, как всегда, с Георгополя, далее спустились вниз на Гатку, и после прока сразу занимают малую Гатку, а потом уже заходят с запада. Также Armored Family стоит отметить, отлично себя показали, набивают 12 киллов, но их закрыли на топ-5. Сегодня явно день Na'Vi, самый мощный топ это первый Мирамар с 2400 уроном, фармят также плюс 4к долларов и начинают догонять Альянсов. На немного теперь уже отстают. Жаркий день, надеюсь, завтра будет не хуже. Всем спасибо за просмотр и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok